Друзья, здравствуйте! Здравствуй, Юлечка! Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Алёночка! Тема прекрасная, потому что задали вопрос по поводу мыла, а будет ли на курсе естественная красота, вообще урок по мылу и так, чтобы там никаких животных ингредиентов, я сразу Юле телефонировать, что мне отвечать-то, потому что на моей странице спросили, мастерица одна, я там больше по каким-то энергоинформационным вопросам, там очищение организма, косметика вся легла на неё, потому что она у нас мастерица, изобретающая невероятные продукты, тем более они чарованные, с чудесными числами, короче, волшебства там хватает в этих продуктах, и вот я к ней, собственно, на поклон, а чего делать-то, да? И вот мы сегодня как раз о мыле поговорим, потому что раз вы задали вопрос, эту тему нужно обсосать со всех сторон, обговорить и вообще вывести, ну, на какую-то более или менее чистую воду производителей. Сегодня тема «Правда о современном мыле». Там-тар-дам-там-там, да, вот всегда, когда барабанная дробь, это значит, что сегодня будет ключевое видео, ибо, как говорится, нечего народ обманывать, да, потому что современные производители мыла мало того, что обманывают, так ещё и лжесвидетельствуют, да, когда смотришь на их составы, то там прямо всё так зашифровано, чтобы ты вообще никогда ничего не понял, но, как говорится, медик в наших есть чертогах, будем разбираться. Ёлечка, передаю тебе слово. Тема такая очень серьёзная. На самом деле, почему я не делаю мыло, да, в общем, в том понимании, в котором оно является. Не варю, да, то есть ты не варишь. Да, не варю я мыло, нет, я не варю мыло, потому что в наше время очень популярно стало варить мыло, да, можно варить мыло как на готовой основе, так и с нуля. Я уже говорила, да, что мыло я не варю, ещё раз повторяю. Считаю, что есть более мягкие и безопасные средства для гигиены, и для гигиены тела и ухода за кожей. Давайте по порядку и давайте разберём, почему. Объясню, почему я этого не делаю. В составе мыла с нуля используются натуральные твёрдые и жидкие масла, щёлочи, лимонная кислота, молочная кислота, диоксид титана и так далее. И вот давайте начнём с щёлочи. Натрий-ОАЖ. Что же это такое? Это гидроксид натрия, он же каустическая сода или едкий натрий. Гидроопись натрия, ну химическая формула, повторяю ещё раз, натрий-ОАЖ. Неорганическое химическое соединение, являющееся самой распространённой щёлочью. На самом деле, в год в мире производится и потребляется около 57 миллионов тонн едкого натрия. Он имеет довольно широкое применение в промышленности, и он гигроскопичен и токсичен. Вызывает химические ожоги. При попадании в глаза может вызвать слепоту. Водный раствор разрушает алюминий. При работе с веществом в лаборатории требуется использование защитных перчаток и защитных очков. Знаете, какое соединение, которое должно быть использовано в приготовлении мыловарения? А вот долго я изучала этот вопрос, у меня была дилемма, варить-не варить, делать-не делать. Потому что считается, что столь агрессивное и небезопасное средство, как щёлочное от ИОАЖ, при взаимодействии её вместе с жировым составом, вступает в реакцию омыления, после чего готовый продукт становится безопасным. Вот так подсчитается. Так ли это на самом деле? Нужно реально разбираться. Ну, если есть у кого-то время, да, и там желание, пожалуйста, разбирайтесь. Но по ощущениям моего тела и внутренних ощущений, мылом не всегда было дискомфортно пользоваться. Больше скажу, что у меня от мыла всегда сушит кожу. А вот медицинское образование и нахождение в окружении медицинского персонала заставило меня обратить внимание на состояние кожи рук медработников. Потому что постоянное мытьё рук, медицинский персонал должен постоянно мыть руки. То есть пациент пришёл, мы руки помыли, пациент ушёл, мы руки помыли. Что это в каком раз мы должны делать? Вот и это постоянное мытьё рук приводит к различным неприятным последствиям в отношении здоровья кожи рук. И я заметила, что у врачей, да и в принципе у среднего медицинского персонала у многих уже проблемы с кожей рук, дерматиты и прочие болезни. Я сама ещё на учёбе, увлёкшись рекомендациями по мытью рук, ощутила на себе все прелести такой гигиены. Кожа просто стала увядать, реально увядать. И я обращала внимание на своих одногруппниц, одногруппников и вообще медицинский персонал, преподавателей, то, что многие просто сторонились этого процесса, потому что ты уже просто не можешь. Кожа уже начинает трескаться на руках от этого бесконечного мытья с мылом. Поэтому нейтрализуется ли агрессивное воздействие щёлочи, вступая в реакцию с другими компонентами, это большой вопрос. Я считаю, что вопрос открытый. А вообще незначительные капельки каустической соды, коим является вот эта вот щёлочь, при попадании на кожу способны вызвать ожоги. Я ещё раз говорю об этом. И вот в том случае, если вещество попало на кожные покровы, нужно незамедлительно его смыть под проточной водой и нейтрализовать вот этот вот едкий натрий, натрий раствором уксуса или бурной кислоты. То есть, чтобы произошла нейтрализация, нужно применить определённые действия. И при работе с вот этой щёлочью нужно работать либо в комбинезоне, либо в халате, которые должны предохранить открытые участки тела, и не только тело, но и одежду от попадания щёлочи, так как эта щёлочь способна прожечь дырку даже в ткани. В процессе работы с этой щёлочью необходимо учитывать, что готовый раствор не только является ядовитым, но и горячим, а также может закипеть. Поэтому при растворении едкого натра в воде рекомендуется добавлять лёд. А также ёмкость можно помещать в холодную воду для создания так называемой холодной бани. И нельзя заливать воду в едкий натр, так как может произойти неконтролируемый процесс термической реакции, который способен привести к тепловому взрыву. Чтобы избежать неожиданных последствий, также необходимо строго соблюдать пропорции. Представляете, что за средства, которые используются в качестве компонента моющих наших тела средств? Само собой, по причине того, что в принципе мыло не для меня, и я создавать его не хочу, ни с нуля, никак иначе. Это вообще не моя история. Безусловно, я дала рецепт ученицам на курсе «Естественная красота», как сварить мыло с маслами и экстрактами на уже готовой основе, чтобы нивелировать вот эти вот все неприятные, вредные свойства основы. Ну, как бы, хотя бы так. Но рецепт, который, рецепт мыла, который я даю на курсе, ничего общего с общепринятым понятием мыла не имеет. Оно намного мягче и безопаснее. Да, в нем есть поверхностно-активное вещество одно, но оно не на сегодняшний день самый безопасный из всех известных мне поверхностно-активных веществ. Сама этим мылом с удовольствием пользуюсь. Пользуются вся моя семья, малыши, внуки, от 6 месяцев до 4 лет. Вот. Также пользуются всем, многие мои ученицы, среди которых много беременных, родивших, детки которых, детки их тоже пользуются этим мылом. В этом мыле отвары, трав, масляные экстракты, лавра, пророска в пшенице, собственного производства. Как это все готовить, мы с Аленой учим на курсе «Естественная красота». То есть и все масляные экстракты мы учим, как готовить, да, и как готовить мыло, всему этому мы учим. Плюс еще все, весь этот процесс делается по чарам. Мыло наше волшебное. Ну, давайте так, я свои 5 копеек вставлю. Смотрите, по поводу мыла. Во-первых, смотрите, вот у нас есть липидный слой на коже. Кто сказал, что его нужно таким образом постоянно удалять? Я хочу обратить внимание. Вот в том виде, в котором мыло сейчас агрессивном есть, оно появилось совсем недавно. Это нужно понимать. Что, во-первых, да, постоянно смывая, мы травмируем кожу. А потом мы начинаем покупать дорогостоящие крема для того, чтобы восстановить эту кожу. Но она так не восстанавливается. Красота идет изнутри. Это нужно понимать. А ресурсов у организма не так много, чтобы постоянно регенерировать кожу. Кожа – это самый большой орган. И вот вы представьте, постоянно травматизация изо дня в день по несколько раз. И если вы не медработник, если вы медработник, значит, это постоянная травматизация. Я говорю не только руки, я говорю всё тело. И вот представьте, какое количество сил нужно, чтобы постоянно регенерировать. Это первый момент. Мы уже сейчас даже не говорим о дополнительной химии, которая является дезодорирующей. То есть она придает какой-то аромат, вкус или ещё чего-нибудь там. Вы понимаете, какая штука? Вот если ты чувствуешь агрессивный аромат, который навязчиво веет от уходовой косметики, это значит, что это всё пойдёт внутрь, в таком количестве, с которым не может справиться организм. Это будет откладываться. Где? Самый большой вопрос. В первую очередь я должна вам сказать, что когда впитывание происходит, всё идёт в кровь. Кровь умывает мозг. А мы потом удивляемся, почему у нас меняется настроение, почему у нас меняется состояние. А самое главное, я ещё не касалась этого вопроса, любая крупная корпорация допущена к знаниям, знаниям сакральным. И те ингредиенты, которые входят в состав, они 100% и однозначно в определённых пропорциях, которые влияют на управляемость народа, на те мысли, которые появляются, на те энергетики, которые в народе бытуют потом. А мы удивляемся, почему нам пропихивают знаменитые марки, для того, чтобы пожинать потом плоды. Потому что, смотрите, мы так устроены, что биологически мы управляем. Ты съел яблочко, у тебя не только за счёт витамина С и железа, там чего-то в организме выработался, потому что яблочко, оно имеет свою энергетику. Любой продукт имеет свою энергетику. И тем более имеет уходовое средство, свою энергетику разрекламированы. Там содержатся такие пропорции, которые однозначно и 100% продуманы, для того, чтобы человек, используя это средство, был таким, каким нужно, системе. Потому что это общая среда, в которой всё повязано, все друг с другом связаны. Поэтому, мои хорошие, мои замечательные, Если вдруг случается так, что вы привязаны маниакально к какому-то средству, это значит, что уже произошла энергетическая, ну как бы сказать, энергетическая привязка. Это страшно. Это значит, что есть зависимость. Зависимость от чего? Тогда задавайтесь вопросом. То есть, что является следствием использования вот этого средства. Я не шучу. Я сейчас говорю об энергетической безопасности, которую я ещё ни разу не затрагивала. Но мы как-нибудь об этом ещё поговорим. Потому что, естественно, когда мы говорим о чём-то волшебном, тут в пользу всё. Но бывают же и значения, такие соотношения, которые приводят к очень серьёзным боевым экзарциям. Потому что война, это не только физическое уничтожение, это в первую очередь экзарция. Так вот, магические войны раньше называются экзарцией. Поэтому мы все на магических войнах. Вы что думаете, что в косметике этого нет? Есть. В первую очередь в косметике есть. Чтобы все были как один, думали, хотели и знали то, что дозволено. Но это как бы добавочка от меня, просто чтобы уже мозг начинал включаться. Не бывает случайностей в том, что предлагает нам система. Есть только закономерности, приводящие к определённому результату. Ёлочка, есть что добавить или будем закругляться? Будем закругляться. Ну, в общем-то, и всё, что мы хотели вам сегодня сказать. На сегодня всё. Берегите себя, Лада, вам и согласие. Всего доброго. До свидания. До свидания.